Спасатели в седьмой раз спустились в шахту Соликамска, к тому месту, где, вероятно, заблокированы 9 горняков. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Пермского края. Пожар в одном из тоннелей вспыхнул накануне. В то время там шли работы по укладке пола. И сейчас на прямой связи со студией по телефону корреспондент Владимир Черноусов. Владимир, приветствую. Какая ситуация к этой минуте? Здравствуйте, Роман. По самым последним данным, которые мы получаем от нашего собственного источника в штабе по ликвидации ЧП, в данный момент горноспасатели осуществляют уже седьмую по счету попытку пробиться к самому месту, где началось возгорание. И, к сожалению, спасатели уверены, что именно в этом месте и находятся сблокированные огнем люди. И, опять же, по информации нашего источника, это, повторю, неофициальная информация, горноспасатели обнаружили во время этой седьмой попытки тела двух человек. Два остальных семи пока нам неизвестно. Я добавлю, что после попытки номер шесть спасатели отчитались о том, что мешает им пробиться к месту возгорания. Я предлагаю послушать фрагмент интервью, которое было записано с непосредственным руководителем ликвидации ЧП Алексеем Пестовым. Горноспасательное отделение спустились до максимально низкой отметки, но, к сожалению, до полка, где производились работы, где находятся люди, спуститься невозможно. Ввиду нарушения конструкции ствола, водевой спуск и спуск на спасательную лестницу упираются в измененные металлические конструкции. Ну что ж, должен еще добавить, что ко всему этому присоокупилась высокая температура от пожара и сильное зазымление, поэтому горноспасатели после шестой попытки заявили о том, что будут теперь до, что называется, победного конца заливать пожар. И чем они, собственно, и занимались последние два часа, и я могу предполагать, что к данному моменту возгорание потушено, раз спасатели смогли все-таки пробиться через эти поломанные конструкции этой площадки. И я думаю, что в течение ближайшего часа мы, наверное, узнаем гораздо больше подробностей, чем сейчас. Ну, также добавлю, что губернатор Пермского края, который со вчерашнего дня здесь, в Соликамске, присутствует прямо непосредственно на месте ЧП, на третьем рудоуправлении, где-то примерно два часа назад он покинул это место, и примерно в это же время появилось на его официальной странице в Инстаграм сообщение с раболезнованиями родственникам тех людей, которых пожар застиг в стволе строящейся шахты. Роман. Спасибо, Владимир. Ждем новостей от вас. На прямой связи был корреспондент Владимир Черноусов.